В год своего 300-летия Петербургская Александра-Невская Лавра шаг за шагом приближается к долгожданному окончанию больших реставрационно-строительных работ. Может быть, такой реставрации здесь не было ни разу за все 300 лет истории обители. И вот очередной шаг — освещение и подъем креста на Никольскую церковь. В годы советской власти в Никольской церкви был крематорий. Когда в 1985 году ее вернули Лавре, времени и средств заниматься ее тщательной реставрацией не было. Зато год назад Лавра, набравшись сил, средств и терпения, одела церковь в леса. Мы полностью делали переборку обоих крылец, что тоже мы не предполагали, но состояние оказалось совершенно, к сожалению, таким плохим, в общем, мягко говоря. Поэтому сделали так много непредвиденных было работ. И кровлю целиком перекрыли, и заменили всю решетку. От кровли, что тоже не предполагалось, потому что думали визуально, вот мы так вскрыли немножко, оказалось, что вроде все хорошо. Но когда стали работать, в общем, состояние тоже удручающее, поэтому так долго и получилось. Чтобы в точности повторить утраченный крест, пришлось искать его во всем мире. Единственная фотография нашлась в Нью-Йорке, в президентской библиотеке. Эти сложности останутся за кадром для тех, кто будет приходить в восстановленный храм. Это начало завершающего этапа, потому что действительно храм есть, когда мы реставрировали храм, начинается не с фундамента. Хотя мы на фундаменте проведены огромные работы, а все равно с креста. И вот этот завершающий этап, теперь, когда мы его водрузим, начнет постепенно сниматься леса с главки, ну и так далее. Сегодня люди смогли приложиться к кресту, который совсем скоро засияет в голубом небе, наравне с другими крестами лавры. Продолжение следует...